В ходе боев за город Невель 15 октября 1943 года в районе между озерами Большой Иваны-Каратай 100-я стрелковая бригада и 21-я гвардейская стрелковая дивизия предприняли атаку немецких позиций. Целью этого наступления была станция Изоча и прилегающий к ней поселок. В этом районе разгорелись ожесточенные бои и советским частям удалось захватить господствующую высоту. Но немцы успели стянуть в район советского прорыва большие резервы и перейти в контратаку. Красноармейцы, понеся потери, начали отступление. Лишь на высоте остались три пулеметных расчета и несколько стрелков, которые прикрывали отход советских частей. Немцам для дальнейшего продвижения необходимо было ликвидировать защитников высоты, и они сходу предприняли ее штурм. Пулеметчики встретили эту атаку шквальным огнем, и немцы отступили. После неудачи нацисты подтянули минометы. Продолжительный обстрел из орудий уничтожил часть защитников, а другая часть решила отступать. На высоте осталась лишь одна гвардия и старший сержант Маншук Жангалиевна Маметова. Ей-то и пришлось сдерживать последующие атаки нацистов, прикрывая отход наших частей. Маншук Маметова родилась в бедной крестьянской семье в 1922 году. Ее еще в детстве родители по старому казахскому обычаю отдали на воспитание в другую семью. Дело в том, что отец девочки болел туберкулезом, а мать никак не могла оправиться от перенесенного в 21 году голода и последующих родов. Причувствуя свою скорую смерть, родители желали устроить будущее своей дочери. Маншук взяли на воспитание родной брат отца Ахмед Маметов со своей женой Аминой, у которых не было своих детей. Вскоре после этого родные родители девочки умерли. Приемный отец Маншук, Ахмед Маметов, работал главным врачом в одной из больниц в городе Уральске. Он был специалистом высокого класса и постоянно ездил по городам Казахстана, где ставил работу медицинских учреждений и боролся с эпидемиями. Чтобы дать хорошее образование своей дочери, семья Маметовых вскоре переехали в Алма-Ату, и девочка пошла учиться в образцовую 28-ю школу имени Сталина. Ахмед Маметов очень любил молодую Советскую Республику за то, что она давала много возможностей людям для самореализации. Он воспитал эту любовь к родине и в своей дочери, а в 1938 году он был арестован, объявлен врагом народа и расстрелян. Последними его словами, сказанными своей жене перед арестом были «Только спаси Маншук». Амина открыла правду своей дочери о том, что она является приемной, и на следующий день поменяла ей отчество. Маншук переехала жить в общежитие. С началом войны Маншук Маметова несколько раз пыталась попасть на фронт. Она буквально штурмовала военкомат с этим требованием, но всегда получала отказ. Имея твердый характер, она отправила свое заявление прямо в Москву. По легенде, ее просьба попала на стол самому Сталину, который ее одобрил. Но как бы там ни было, из Москвы пришел ответ – патриотическое заявление Маметовой подлежит удовлетворению. В сентябре 1942 года Маншук Маметову направили писарем штаба 100-й казахской отдельной стрелковой бригады, но потом перевели в медсестры. В одном из боев, перевязывая тяжело раненого пулеметчика, Маншук заметила атакующих немцев. Она встала за пулемет и заставила врагов отступить. После этого случая она уже ничего не хотела больше, как только разить врагов из этого грозного оружия. Прямо на фронте она окончила курсы пулеметчиков и была назначена первым номером пулеметного расчета в строевую часть. На высоте под Невелем в 1943 году, прикрывая отход своих войск, когда немцы пошли в атаку, Маншук Маметова встретила их ураганным огнем своего пулемета. Два соседних пулеметных расчета к этому моменту уже погибли. Также погиб и ее второй номер. Стрелки, которые были на высоте решили отступать. Они окликнули Маншук, но та на них только огрызнулась, крикнув им в догонку «Я и вас тоже прикрою». Она стала бегать от пулемета к пулемету, отражая атаки немцев, которые наступали с трех сторон. Не выдержав, фашисты снова начали утюжить высоту из минометов. Один из осколков попал в голову Маншук, и она потеряла сознание. Очнулась она от немецких криков. Фашисты снова шли в атаку и были уже в нескольких метрах перед ней. Из последних сил Маншук дотянулась до пулемета и дала еще несколько очередей по противнику. Она разила немцев даже после своей смерти. Когда спустя несколько часов красноармейцы снова отбили высоту, то они нашли Маншук. Ее пальцы смертельной хватки сжимали курок пулемета, в ленте которого уже не было ни одного патрона. А возле позиции пулеметчицы лежало 72 сраженных ею нациста. Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Женгалиевне было присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР 1 марта 1944 года. Ее пулемет в данный момент находится в музее, который носит имя Маншук Маметовой в городе Уральске. А 28 образцовая школа имени Сталина в Алма-Ате, в которой училась Маншук, сейчас также носит ее имя. На самом деле, настоящее имя героини Мансия. Именно так назвали родители при рождении свою дочь. Ну амина, приемная мама, за веселый и озорной характер называла ее Маншагым, что означает бусинка. Девочка не могла выговорить это слово и вместо него говорила Маншук. С этим именем она и вошла в историю. И эта простая казахская бусинка осенью 1943 года под Невелем в одиночку сдерживала атаки самой страшной военной машины.